Всем привет, друзья! Недавно делал видео на тему того, что двигатель плохо прогревается или не прогревается совсем из-за поломки термостата. Термостат заклинил в открытом положении, и, естественно, двигатель плохо прогревался, печка дула холодным воздухом, ну и так далее. Но бывают и еще такие моменты, когда двигателю трудно прогреться до рабочей температуры, то есть она медленно набирается, или вообще двигатель не прогревается, из-за постоянно включенного вентилятора охлаждения двигателя. Итак, рассмотрим две основные причины, почему же вентилятор крутится постоянно. И вот как раз недавно мы разбирались с такой проблемой, и сразу скажу, что проблема может быть в основном либо из-за датчика температуры охлаждающей жидкости, либо из-за штекера, который к нему подходит. Это самые основные причины. Кстати, есть видео на канале по поводу работы этого датчика. Итак, вернемся к нашей теме. Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, вентилятор будет крутиться постоянно. Происходит это из-за того, что двигатель переходит в аварийный режим работы. То есть блок управления двигателя не может снимать показания напряжения с датчика температуры охлаждающей жидкости. Это нужно для того, чтобы ваш двигатель не перегрелся. И то же самое происходит, как и в нашем случае. Проблема может заключаться в штекере самого датчика. Со временем провода или штекер начинают окисляться, провода могут подгнивать, отваливаться. Но результат один и тот же. Вентилятор будет постоянно включен, будет включаться, как я уже говорил, так сказать, аварийный режим. То есть любой обрыв по этой цепи вызывает именно такую реакцию. В нашем случае подгнили провода на штекере, штекер заменили, все соединения пропаяли. Так что, друзья, если вы видите, что ваш двигатель не прогревается до рабочей температуры, проверьте для начала, не включен ли у вас постоянно вентилятор охлаждения. Надеюсь, это короткое видео было кому-то полезным. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте, если вам удобно, у меня есть каналы на Рутюбе и на Дзен. На этом у меня все. Всем добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok